Здравствуйте! С вами программа «Дом дружбы». Начнем с обзора главных тем. Или Новый год по лунному календарю. Свадьба в традициях Самарской губернии. Вышел в свет четвертый том многонациональной энциклопедии. Работа, учеба, бизнес – далеко не полный перечень причин, почему иностранцы учат русский язык и приобщаются к нашей культуре. Зачем еще иностранным гражданам знать великий и могучий? Смотрите в нашем первом сюжете. По признанию многих мигрантов, выучить русский крайне сложно. Но чтобы получить гражданство Российской Федерации всем заинтересованным лицам, все равно придется проходить тест на знание языка. Мне кажется, что человек, который приезжает в страну работать, а тем более жить, ему не просто необходимо интересоваться языком, знать его. Мне кажется, что это еще одна степень интеграции в наше общество. Понимать окружающих – это значит жить с ними в гармонии. Но для тех, кто не слышал русский язык с самого рождения, это целая наука. Недаром русские входят в тройку самых сложных языков мира. В Центре обучения иностранных граждан при Самарском госуниверситете вот уже 15-й год тестируют иностранцев. В прошлом году Центр принял около 2000 иностранных граждан, желающих получить гражданство Российской Федерации. Напомним, что иностранцы, претендующие на российское гражданство по упрощенной схеме, начиная с 2014 года, обязаны знать русский язык и быть признанными его носителями. Носителем русского языка является любой иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, который свободно владеет русским языком, использует русский язык в своей бытовой, культурной сфере, общается практически постоянно на русском языке. Эта категория относится как раз у нас к носителям русского языка. Многие иностранцы признаются, что учат главный язык страны годами, но до конца его так и не понимают. А между тем, чтобы получить статус носителя языка, владеть им нужно в совершенстве. Носитель русского языка должен говорить по-русски не только правильно, но и очень разнообразно владея всей палитрой русского языка. Уметь писать, слушать сложные тексты, понимать их в очень разных ситуациях. Задание не из легких, да? Задание не из легких. И за предыдущий год у нас прошло четыре комиссии. И каждый раз не более трети претендующих подтверждают это звание носителя русского языка. Как показывает практика, чаще не справляются с тестированием гражданей Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. Намного легче в этом плане жителям Украины, Белоруссии и Казахстана. Прежде чем обратиться по данному вопросу, все-таки нужно быть уверенны в том, что они на достаточном уровне знают, имеют знания по русскому языку. Поскольку тесты у нас усложнились в прошлом году. И количество тех граждан, которые не прошли собеседование, увеличилось. По сравнению с 2014 годом. Однако преимущество, которое дает статус носителю русского языка, стоит того, чтобы стремиться к его получению. К примеру, для этой категории иностранных граждан нет необходимости ожидать окончания пятилетнего срока пребывания в стране. А ходатайство на получение гражданства иностранцы могут подавать сразу после получения сертификата носителя русского языка. Об итогах очередного тестирования расскажем в следующей программе. Не пропустите. Если он приехал в нашу страну, то, наверное, частично надо владеть, чтобы, по крайней мере, элементарные вещи понимать какие-то. Культурный человек должен знать. Это же очень интересно. А как общаться, если язык не знаешь? Переводчик. А это затраты, наверное, да? Ну, чтобы, можно быть, круг общения свой расширять, чтобы фильмы смотреть, чтобы понимать людей другой культуры. Чтобы общаться с нами, с русскими, проявлять уважение к нашей стране. Наверное, это нормально, если человек приезжает в чужую страну, он должен знать культуру и язык, я так считаю. Потому что это самый красивый язык. Я думаю, это интересно знать, потому что у нас могучий и великий. Чтобы могли общаться с нами, чтобы могли на работу устроиться. Чтобы литературу русскую читать в оригинале. А как же? Чтобы они узнавали, чтобы они понимали нашу культуру, нашу непросто. Ну, вот-то я думаю, так. И чтобы учиться им было легче. И вообще, надо, чтобы больше они знали именно в нашей стране о нас. Корейцы с особым трепетом относятся к Новому году по лунному календарю. Встречает его ярко, весело и красиво. Как прошел Сольналь на Самарской земле. Смотрите далее. Сольналь. Так называют Новый год по лунному календарю в стране утренней свежести. А начали его отмечать еще в средние века, в эпоху трех царств. По традиции, в этот день вся семья, то есть все взрослые сыновья в семье с женами и детьми, собирались в доме отца, чтобы встретить Новый год по лунному календарю. Встретить с размахом и от души. И сегодня, спустя тысячелетия, для представителей корейской диаспоры Сольналь остается прежде всего символом семейного единства. Когда все родственники собираются за большим столом, чтобы поздравить друг друга, обсудить текущие дела и планы на будущее. И в этот день мы стараемся как-то вместе встретиться. А если никого нет, то мысленно мы считаем, что они рядом с нами. Это семейный праздник, семейный. Это говорят, если грубо говорить, как бы хвастается своими детьми. Показ, демонстрация детей, внуков, их дела демонстрирует, их достижения. Несмотря на то, что многие, проживающие в губернии, корейцы родились вдалеке от исторической родины, они чтят национальные традиции, которые передаются по наследству в каждой семье. Фамилии у большинства корейцев национальные, короткие, состоящие из одного слога. А имена и отчества давным-давно русские. Владимир Данилович Пак, Галина Дмитриевна Ли, Валерий Сергеевич Ким. А дело все в том, что первые перешедшие под российское подданство 150 лет назад корейцы приняли христианство и при крещении, соответственно, получили русские имена. Известно, что 100 лет назад в Самаре проживало 9 корейцев. Сегодня в области насчитывается около 2,5 тысяч человек с корейскими корнями. Среди самарских корейцев немало инженеров, строителей, ученых. Город Куйбышев-то был оборонный, закрытый, и поэтому сюда доступ, так сказать, был ограничен. И корейцы допускали те, которые были хорошими специалистами в области архитектуры, медицины, авиа и ракетостроения. Ну, действительно, да, очень много корейцев в нашей оборонной системе, в ракетостроении тоже принимает участие. Много тоже докторов и кандидатов в науку. Как и во многих восточных культурах, у корейского народа главным было и остается уважительное отношение к представителям старшего поколения, когда младшие не ссорятся и не спорят со стариками, проявляют заботу и внимание. В этот день дети делают поклон родителям, то есть старшему поколению, дедушке, бабушке. Вот обязательно у нас поклон делают они. Вот это у нас как бы в крови вот почитание старших. Это обязательно, это у нас доминирует во всем вот воспитательном процессе и вообще в течение всей жизни. Вот я хочу кахамнида, пок мани падысиё. Это с Новым годом, желаю вам счастья. Во время встречи Лунного Нового года корейцы играют в различные игры, которые ещё больше сплачивают семейные узы. Я, сколько помню, в детстве я всегда готовила какой-то номер, мне нужно было приготовить, чтобы старшие, чтобы бабушки и дедушки все обрадовали, чтобы они все на нас посмотрели. Вот у меня вот это осталось в памяти. Я потеряла сегодняшний год мамушка и дедушка. Любой значимый для корейцев день, будь то праздник или просто долгожданная встреча, не обходится без звука барабанов. Пук – это традиционный корейский барабан. Он символизирует стихию грома. Это сила звука, это призыв, это энергия. Барабан – это вообще один из самых древних инструментов, потому что самое простое, что можно было это взять и постучать по какому-то предмету. Поэтому и конкретно эти барабаны, они использовались и в армии, и среди крестьян, когда проходили полевые работы. Нужно было поднимать дух работающих, поэтому создавались коллективы, которые, ну не только на барабанах в Корее, очень много других инструментов, давали энергию тем, кто работает. Одной рукой в ладоши не хлопнешь, говорят корейцы. Быть вместе, поддерживать семейные связи и отношения, осознавать, что люди нужны друг другу. И этому стараются учить сегодня в каждой корейской семье. А Сальналь – еще один повод собраться вместе и сказать друг другу теплые слова. Свадебный обряд является вторым по важности после рождения. И в каждом из сел Самарской губернии он имеет свои особенности. Смотрим далее. Под каждый свадебный обряд – своя песня. В четвертом томе антологии «Духовное наследие народов по Волжье» их сотни. Новая книга только что увидела свет и стала частью уникального песенного материала, записанного в разных селах многонациональной губернии. Материал по свадебному фольклору у нас огромный. И до сих пор этнографы привозят из экспедиции все новые и новые сведения. Рассказывает один из авторов многоатомной антологии известный музыковед и фольклорист Инна Александровна Касьянова. Приезжаешь из экспедиции, такое ощущение, как будто с тебя содрали кожу на росты, как оголенные нервы вот так вот остаются, понимаете? Потому что ты очищаешься в этих поездках. Участники экспедиции – молодежь, выпускники и преподаватели музыкальных вузов Самарской области, а также все те, кто интересуется народной культурой, тщательно изучили девять районов губернии. Они буквально прочесали каждое село, нашли совершенно уникальные вещи. Например, обряд похорон свадьбы в селе Приволжье Самарской области. На третий день свадьбу хоронят с плачем, с песнями. Конечно, эти плачи не натуральные, они скорее разыгранные. Это уже идет, естественно, розыгрыш такой, чучело. Это называлось «Хоронить Сидора». Хоронят это чучело и вбивают осиновый кол там, где не вступала нога человека. Я говорю, а почему осиновый кол? А для того, чтобы это была единственная свадьба, чтобы не было разводов и повтора не было. А осиновый кол – именно для того, чтобы действительно не было разводов. Вот смотрите, вот был такой обряд. Ну, я его, например, не встречала в других селах. История собирания песенного фольклора Самарской области насчитывает более ста лет. Первые нотные публикации песен, записанных в селах нашего края, появились еще в 1862 году. Прощаюсь с вами до следующей программы. Всего вам самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова